господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешно события дня номер 949 серахов 739 во всех делах твоих помни о конце твоем и вовек не согрешишь за 22 июля 2018 года то есть воскресенье какие события события были батюшка был приглашен на понедельник к суде анисию это где-то не в барнауле или там какой-то храм там на понедельник он воскресенье выехать договорился сергеем пупком выехал и на утро на литургии вроде должен быть митрополит сергия батюшка говорит мне как раз и встретиться надо с ним а денисия раз приезжал уже не один раз здесь был ну и ответный визит помолиться вместе а у нас было намещено поехать в соседнее село ну где-то километров за девять от нас урывка старо старовещеское такое киржатское поселение пчеловоду шерстобитого геннадия павловичу готовились скорее надо успеть к часту дня чтобы вернуться на занятия машины две газель и алексей устинов на своей не знаю как назвать ему это все снимали по были хорошо и дождик моросить начал моросит и моросит галя загуляева говорит муж александр звонил до этого что в субботу за ними приятно но я разговорил их как же сколько хотели такого путешествия экскурсии не будет и на это то никуда не делится до дождь обещает да кто его знает гроза суббота прошла нормально на воскресенье и правда дождь моросил хорошо приняли хорошо были а мы хорошо подготовили сумку хлеба нарезали кроме того взяли ложки свои и кружки свои вообще смеху было ну и правда все это заснимали медом кормили там досыта где кащают мед погода не совсем содействовала но хорошо хорошо даже рой поймал он недавно он у него сидит тоже показал много фотографий около пол сотни осталось хотя снимал больше сотни было на остальные повторы то рукой и леса закрываете все это ликвидировал могу потом показать вот ну и побыли торопимся торопимся скорее домой дождь начинается то нам по глиняной втором дампе проезжать опасные везде двери открыли мало ли все в жизни бывает проехали благополучно алексей попозже маленько там отстал еще мед покупали вадимир юрьевич галендухин купил себе там три банки по 1200 трехлитровые мед хороший без обманной ну и перга хлебина называется мы тоже он давным еще не трогали приехали вернулись занятия и в это время приехал муж галины за ними забрал а володя тоже заснял это мы уже не видели я спросил где едут до трассы доехали видно благополучно там уже километров 50 оставалось последний звонок был мало так такой день был воскресный день утром то были на богослужение само собой батюшка уехал тоже позвонил говорится и вот пишем я язра который крестился за это мирские фамилия имя мир вам во христе истусе господи нашим игнатий тихонов был сегодня в храме служение если можно назвать служением кто-то ходит кто-то заходит парень пришел волосы накрашены в платье каком-то не разобрал прошел и встал спереди и начал креститься женщины стоят вместе с мужиками то есть и слева и какая-то часть справа на работе то ли не обращал внимание то ли что сейчас слышу как они матерятся чуть ли не на каждом слое мат своих переживаю не крещено еще а я сам детей смогу крестить смогу крестить вопрос вот вы дальше спрашиваешь что при крещении у него было там батюшка кодила забыл до крестик нет это ничего не значит всем вам низкий поклон за труды ваши храни вас господь я отвечаю самому крестить ни в коем случае нельзя мы тоже не гони время гонения к церкви открыты ни в одном городе в другом патриарши московской патриархии только заранее точно договоритесь со священником что крестить только в полное погружение троекратное апостольское 50 правило и только бесплатно никакой симонии все остальные частности вообще могут ничего не значит свидетельство о крещении высылаем если есть адрес храни вас бог так еще тут одному я писал сейчас повторяю добрый плотнику называет себя мне ваш ролик с пчелами понравился я даже хотел бы его на своем канале поставить но из нашей администрации поступил запрос автор дали разрешение на это так вот все мои 11 тысяч 827 видео доступны всем желающим и вам конечно же ставьте у себя если что сочтете нужным и мне бы хотелось получить такое же свидетельство у вас чтобы больше не делать запрос на разрешение жду ответ отвечает добрый день дорогой игнати тихон и для меня большая честь дать вам разрешение конечно используйте мои виде материал мой как вам хочется ведь вы для меня пример для подражания благодарю господа что он направил мой взор на ваше свидетельство нелицемерной веры спаси христос ну я могу даже показать где это было и что вот свидетельство сейчас покажу вчера у меня сбросил вот пишет добрый день дорогой игнатий тихонович снял видео о моих буднях пчеловодстве может вам будет интересно смотреть спаси вас христос вот я его включаю а а а а а а а а и а и а Субтитры создавал DimaTorzok 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 Отличные маточники будут Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сейчас попробую маточку найти вам показать Что она этого года А ну вот матка Вот такая маточка Вот такая небольшая матка Ну вот Как выглядит маточка 2018 года Здесь была подсажена в Роевую местную пчелу Пятирам какой был Вот такая пчелка Ну вот он на пленочке сидят как Вот я под них дал им корпус На мед Вот уже А этот они залили Не знаю откуда берут У меня пасека разведенческая Матки, отладки Но льют, что-то тащат Это какой потенциал у пчелы Если в конце мая С пятирама крой На 15 июля Развился Ну вот вторая семья Матка работает Так же Вот еще вторая семья Такой же родплод Матка сеет Как Бахтов любит Посмотрим На усидчивость Повторюсь Это все отладки Вот здесь матка засеяла Вот пчела такая усидчивая Гамарь надо только согнать с рамок Я заметил в этих линиях В одной из этих вот линии Пчелы сильно не выпучиваются на рамки Такая особенность Есть в этой матке Вот Ну вот Видите Какая усидчивость Пчелы сидят полностью на рамке Не сбегают Вот как приятно работать с такой пчелой Этим Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Спрашивала о нашей православной церкви Куда я хожу Спорить с ней не стала Видела, что она не понимает о жертве Христа И о Троице, и о Духе Святом Пригласила меня Когда смогу прийти к ней в гости Поговорить по Библии Сначала мне надо почитать ваши труды О них, а потом беседовать Ее заинтересовали мои ответы По Писанию Благодарю за ваши ролики и беседы По скайпу с сектантами Поучительные Меня больше интересует Ваш ответ в этих беседах И много нового и полезного нахожу И Бога в каждый день Благодарю за нашу встречу И ваше наставление Земной поклон вам, мой любимый Отец Игнатий Благодарю, спаси Христос Мой Отец Игнатий Из ваших роликов узнал об этой книге На книгу я ссылаюсь Хочется посчитать, а нету У вас есть в электронном виде Или как-то скопировать Как книги ваши в интернете Еще хотелось спросить У отца Александра Мения Есть книга, написанная о пророках Если у вас, читали ли вы ее Из лекции Геннадия Паста Узнала Где он говорит о пророке Самуиле Ну Вот такой вопрос Вот переписка у нас началась Я ее очень много скинул Ну я сейчас покажу Что именно я ей скинул Вот Ответ у меня тут папка Ответ быстрый И потом я ищу Его Вот Сейчас я как раз Что я ей скинул И сразу прочитаю Иегова Иегова Вот нашел Иегова имя Божье Вот Считайте я буду Что восемь раз Библия упоминается Повторяется это имя Это мой материал собранный Я ей его скинул Это имя в оригинале В святой Библии встречается Более 7000 раз Так что не я тут на виду А туманно пустившие В моих книгах Открытым оком В 33 томах У меня имя Иегова встречается 2944 раза Из них только в моих 3467 стихах Имя Иегова встречается 936 В стихотворениях Да вы не найдете нигде Но редко-редко-редко Миллионы Часовые стояния В храмах И буквально нигде Не слышится За богослужениями Имя Бога Иеговы Ни в канонах Ни в аккафистах Ни в молитвах За живых И ни за упокойных Ни в утрих Ни в вечерних молитвах Но считаем Да светится имя твое А имя это и не знает Нонсенс И слово имя По отношению к Богу Встречается везде В молитвах И ни разу нет Самого имени Как же можно Так омертветь Ослепнуть Чтобы даже Вопросы Подобные себе Не ставить Считается книга Из Святой Библии Псалтырь И по живым И по умершим И в богослужениях И слово имя Встречается в разных Падежах Только в этой Святой книге Псалтырь Сто три раза Как например Господи Божий наш Как величественное имя Твое по всей земле Слава Твоя Простирается Превыше небес Псалом 21.23 Буду возвещать Имя Твое Братьям моим Посреди собрания Восхвалять Тебя А где же Самое имя Божие Сто три раза Скрыли только Псалтыри Оказывается Что в оригинале В Псалтыре Это имя Божие Упоминается Семьсот два раза Под словом Господь Вот здесь места Все Считайте Найдете Это мои Наработки Вот Еще Вопрос Все переводы Библии Несут одинаковый Смысл Без искажения Почему мы Можем быть уверены Что Библия Не была изменена Ответ Вот я буду Сейчас опять Показывать Ответы Сами Прочитайте Вот такие Большие Очень материалы Не я тут говорю А я в разных местах Брал И вот Матвет Погибшим В этой ереси Ну вот Не знаю Как тут Будет видно Кое-что повторяется Но это Разный материал Такое дело Теперь снова Захожу сюда Яговисты Степаненко Очень богатый Материал У Максима Я вот Тоже им пользуюсь Ну когда Людям отвечать Так-то Мне все Известно Вот я специально Промотаю Максима Степаненко У него всегда Богатые Материалы Такие Спасибо Христос Вот Тормознете Прочитаете Я Тормознете Если подряд Все будете Считать Не пожалеете Потерянного Времени Тормознете Тормознете И Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...